Нос, да? Нос ломан. Скорую вызвали, говорят. У меня усована жена. Я сказал ему сейчас. Как вы так ездите? В Екатеринбурге около половины девятого часа вечера и дома на Щербакова 43, а конкретно на остановке общественного транспорта переулок Гончарный, состоялась несанкционированная встреча автобуса и троллейбуса, в результате которой травмировались семь пассажиров. Декорация такая. По Щербакова в сторону Химмаша. Не поздним еще вечерком ехал троллейбус шестого номера сообщением «Химмаш Академ», бортовой 186. На остановке Гончарный переулок, что возле перекрестия Щербакова с этим самым переулком, рогоносец встал, чтобы по устоявшейся традиции высадить и всадить пассажиров. И в это самое время в корму стоячего усатика вонзился белый пазик 38 маршрута сообщением «Северный Химмаш Леруа-Мерлен». Нельзя сказать, что была кромешная темень и рогатую шестерку на остановке вообще не было видно. Ну, во-первых, уже не лютая темная зима, на дворе все-таки весеннее равноденствие, солнечного света становится все больше. Во-вторых, Щербакова по вечерам шикарно искусственно подсвечена фонарями. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что за рулем пазика сидел 39-летний пилот с 16-летним стажем вождения, которого зовут... Я как зовут? Алымджан. Рамзан? Алымджан. Выяснилось, что этот гость с юга был трезвым, и остался вопрос, как он так угораздился не увидеть на остановке такое крупное пятно, как троллейбус, и влететь в него. Кое-какую ясность привнесли пассажиры, которые всю дорогу наблюдали, как темноплечий гонщик наверстывал то, что упустил на ботанике, где по непонятной причине он на остановке Шварца очень долго стоял. Он больше всех стояет в ботанике. Да. Все уходят, автобусы уезжают, уезжают, но он все стоит, потом давать знать, как ненормальный. Ну и вот, троллейбус весь. Че ты, тебя где учили ездить? Сам автобусник пояснил гаишникам, что при подъезде к остановке не рассчитал расстояние до стоячего троллейбуса, но успел применить экстренное торможение, однако на скользкой весенней трассе столкновений избежать не удалось. Ну, версия, конечно, интересная, но возникает вопрос, почему он не рассчитал расстояние? При его 16-летнем опыте можно было бы уж научиться рассчитывать расстояние, скорость и подлетное время. С журналистами виновник замеса общался крайне неохотно, ну, видно, что чуял свой косяк. Мокрый снятый. А с какой скоростью я ехал? Третий. А? Третий. На спидометре сколько было? Я не посмотрю. Сколько человек пассажиров было у тебя? Да, да, да. Людей сколько в салоне было? Я не посчитаю, сколько было. Точно не знаешь, да? Да. А пострадало сколько? Не говорят, честь. Все у тебя, которые были? Да, да. Да? Сильно ударились? Нет. А откуда автобусник узнать, сильно пассажиры изувечились или нет, если он, по словам пострадавших, даже не поинтересовался их состоянием, а вышел наружу и стал изучать повреждения автобуса? Как видно, даже с учетом заявленного экстренного торможения, удар лоб в зад получился сильным. В троллейбусе никто из разумных не пострадал, но зато у него смялась металлическая лестница, ведущая на крышу, и пооблупилась корма. Удивительно, но при таком ударе у агрессивного пазика даже не разбились лобовые стекла. Зато в недрах автобуса разрушения отыскались, и они говорят о лютой силе удара. Ну, смотрите сами. Один горизонтальный поручень отлетел от крепления. Или вот металлическая стенка вогнулась. Но самый эффектный показательный отрыв продемонстрировала вот эта вертикальная стойка, которая слетела со стапелей, но не в месте крепления, а просто железяка, которая соединяла ее с полом, порвалась. Понятное дело, что при таком хлипком железе стоячие люди попадали, и семеро из двадцати пассажиров покалечились. Трое из них, женщины 34 и 52 лет от роду, и 34-летний мужчина сломали свои носы и отъехали на каретах в 23 и 36 травматологии. 61-летняя пассажирка сломала при падении лучевую кость и попала в 23 клинику. 51-летняя женщина туда же уехала с ушибом правой коленки. Ну и шестой пострадавшей, увезенной с места ДТП на скорой, оказалась 15-летняя весенне-каникулярная школьница. Ее доставили в девятую детскую лечебницу с предварительным диагнозом сотряс и закрытая ЧМТ. Но, по счастью, врачи ее осмотрели, да и отпустили домой. Седьмой пострадавшей в этом общественно-транспортном замесе стала 60-летняя дама, жительница Химаша, которая позже самостоятельно обратилась в травмпункт 20-й Химашевской горбольницы и ей медики надиагностировали повреждение связок правой коленки. Сейчас лечение будешь оплачивать, куда денешься?